В Лентор поступает новая снегоуборочная техника. В этом году местный автопарк пополнит 9 спецмашин. На эти цели из бюджета Сургутского района было выделено 70 миллионов рублей. Напомним, что Лентор еще в прошлом году отказался от услуг подрядчиков и следит за содержанием дорог самостоятельно. Что из этого вышло и как власти муниципалитета реагируют на потребности поселения в нашем следующем материале. Лентор уже полностью перешел на зимнее обслуживание дорог. Справляется город только собственными силами. И так уже второй сезон. В прошлом году местные власти приняли решение отказаться от подрядчиков. Администрация Сургутского района эту инициативу поддержала. Результат налицо. Чистые дороги, снежный коллапс остался в прошлом. И самое главное, жители это заметили и оценили. Район пошел нам навстречу. Андрей Александрович поддержал нашу инициативу. Было выделено 22 миллиона рублей и наши 29 миллионов. И было приобретено 10 единиц техники. Жалоб количества на дороге уменьшилось в 5 раз. Вот это радует. В Ленторе 117 километров магистральных дорог. Обслуживает их город, дворы, и хозяйство управляющих компаний. Объем большой и дополнительная техника не помешает. В этом году власти Сургутского района выделили еще 70 миллионов рублей, на которые закупили 9 современных спецмашин. Это два погрузчика у нас. Вот еще одна на базе КамАЗа комплексная дорожная машина придет. Автогрейдер еще у нас появится, экскаватор появится. 121 миллион у нас в общей сложности получается за два года. 91 миллион у нас район и остальные средства наши. Большая помощь району. Я благодарен глубоко, что нам этот пилотный проект поддержали. Мы будем только стараться. Всего в Сургутском районе уже 6 поселений отказались от услуг подрядчиков и автономно обслуживают свои дороги. Из муниципального бюджета в общей сложности было выделено 150 миллионов рублей. Куплено 27 спецмашин. При этом удаленные поселения решили сразу несколько проблем. Это у нас Лентор, Солнечный, Ускинская, Лемино-Сатомино и Ультьяго. Они решили, что будет это делать самостоятельно. Большая отдаленность от центров, то есть объем небольшой. И в принципе там нормальные подрядчики крупные туда идти не хотят, потому что далеко гнать. Маленький объем, соответственно, небольшие деньги. То есть нет окупаемости. Полномочия по уборке снега полностью лежат на администрациях поселений. Власти Сургутского района могут только оказать поддержку в виде финансирования, как это сейчас и происходит. Так что распоряжаться новенькими грейдерами, камазами и экскаваторами предстоит командам мэров. В любом случае зима покажет, как снег ляжет. Продолжение следует...